Здарова, мои дорогие друзья, Столяр на связи и на обзоре у меня сегодня будет Ми-35М. Много ребят довольно просили часто снять обзор на этот вертолет, потому что на пространстве ютуба я сам лично нашел довольно мало обзоров на него полноценных, но сегодня мы затестим его по полной программе. Это единственный советский вертолет на 10.7, который впервые получает тепловизор и, соответственно, Птуры Атака. Как это все дело играется, штурмится и насколько адекватно вообще он себя чувствует в рандоме, я предлагаю проверить. По подвесам у нас есть много всего. И из модификации у нас ЭВУ, ЛТЦ и СОЭП, но я рекомендую ставить всегда вот эту вот вариацию. Из подвесов у нас можно подвесить только 8 Птуров Атака, ракеты С-13 и иглы, что, кстати, тоже довольно неплохо на 10.7. Ну, по сути, это самый максимальный сетап, который может быть. Ну, давайте, в любом случае, меньше слов, больше дела. Агрегат, как минимум, интересный. Ну, а на тему эффективности, я думаю, рассуждать уже будем в бою. Поехали. Искренне верю, что любые обзоры на штурмовую авиацию должны начинаться с того, как на все это дело набить, потому что все это мы снимаем в ТРБ. Ну, соответственно, поехали. Нам для полных подвесов миля надо чего? 540 очков. Ну, окей. В теории, это один фраг или одна даже помощь. Вот, то есть это, в принципе, довольно разумно. Довольно окей. Поехали, попробуем. Набить надо как можно быстрее, потому что тогда есть минимальный шанс встретить разного рода и типа ЗРК и прочие всякие истории. Вот. Ну, давайте попробуем сделать это быстро, настолько, насколько сможем. Нам бы куда-нибудь ворваться. Да еще так, чтобы не порваться. И будет вообще замечательно. Живой? Был. Живой. А, вот он. Да что такое? Ожидаемо с таким геймплеем. Однако хватает. Вот. То есть много думать. Короче, не надо. Одну разведку дали. Какую-то помощь нам там засчитали. И, в принципе, полетели. Давайте ближний респаун. Вылет. Ужасное набитие. Но, как вы поняли, много думать ради того, чтобы взять миль. Не нужно. Взлетаем. Фулл подвесы. Ставим атаку. Открываем форточку. И смотрим. У нас появляется теплак. Что довольно классно. Зум. Довольно приятный. Вот. Ну. Полетели. Боевой рейтинг у нас, по-моему, 10.7 или 11.0. Что-то вроде этого формата. Вот. Вон там, ребята, кстати, едут. Коэп. Для... Здрасте. Давайте без коэпа, пожалуйста. Так вот. Оба. И ничего ему не нанесли. О. Товарищ. Товарищ китаец. Но не имеющий радарных ракет. Поэтому, скорее всего, я мухана. Хм. Вот так вот бывает, дядя. Окей. Атаки на этом Берри. Это довольно приятная штука, кстати. Довольно супер приятная, я бы сказал даже. Давайте попробуем выдать по максимуму. Пока дают, скажем так. Пока дают, надо брать. До поры до времени. Потому что сейчас зарезается что-нибудь радарное. И до связи. Вот. Но миль из-за того, что... Да, ёперный театр. Из-за того, что миль... У нас здесь телеавтомат. Тоже довольно приятно. Из-за того, что миль у нас с вами... Техника такая. Ёперный театр. Это плохо. Ну, не так уж и плохо. Так. Сейчас, 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 ребята. Сейчас, сейчас. Вот это вылетели. Вот это залет прямо к пацанам. Ай, красота. Ай, красота. Сбросить скорость. Ну, согласен. Ну, все. Мы, походу, долетались. Но, однако, почти все атаки. Если мне не изменяет память, мы реализовали. Но у нас это не только есть атаки же. Вы же понимаете, у нас есть ракеты. АС-13 на этом боевом рейтинге, это, извините меня. Это опасная история. Кто-то зареслался очень жестко. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп. Да что ж такое-то попадание, а? Все, доигрались мы с вами. Но семерых сняли. Ой. Вопрос, что дальше делать? Ракеты закончились. Все закончилось. Остались только иглы у нас, получается, да? Вот. Ну, я предполагаю, что мы не сможем вернуться обратно. Даже если сможем, мы, по-моему, забрали всех, кого можно было забрать. Что у нас с автопушкой есть, кстати же, да? Нет? Вроде что-то было, но почему-то сейчас больше ничего не стреляет. Какая-то, кстати, есть. Почему я не могу с нее стрелять? А, я понял. Вот как-то так это работает. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Ну, это, конечно, вообще максимально жесткий геймплей был. Вот, ну. Какой есть? Никого, кстати, тут не видно. Более пока что. Да, в принципе, не суть важна. А поговариваешь, что кто-то зарезался у нас на вертолетах? Да, вроде бы нет. А вроде бы и да. Мне кто-то прописал довольно некрасиво по жбану. А что, почему урон? Я понял. Это был труп. Не-не, я явно кого-то видел. Мне выпили, к сожалению, все. А кто бы вам не стрелял? Это союзник, что ли? Некрасиво союзнички, некрасиво. Ну, вот как-то так. Попали мы то ли на 10.3, то ли на 10.7. Куда-то, короче, в эту область. Довольно серьезно. Довольно, блин, серьезно. Ну, мы семерых дали, по сути, вот. Просто вылетели с этого. С филда и уже отработали. Приятно, приятно. Однако, какой сразу можно заметить минус? Мы довольно не... Да все, ну зачем вы это делаете? Понятно. Следующий бой. Ну, в прошлом бою, я думаю, все должны адекватно понимать то, что нам в каком-то смысле даже повезло. Вот, потому что не было радарных зениток. Вот, сейчас нам, возможно, повезет в этом плане чуть меньше. Но посмотрим. В чем суть? Мы, так как не чисто ударник, мы, по сути своей, десантный вертолет, совмещенный с ударным, мы довольно тяжелый. То есть, маневрировать и уходить от зуров у нас будет получаться практически никогда. Но, но, отдать должны надо в смысле в том, что у нас есть тепловизор, и это довольно, как бы, приятная история. Вот. И атаки. Атаки это довольно хорошие птуры, тем более на этом ТБРе. Вот. Плюс еще добавьте сюда ракеты воздух-воздух, аж 4 штуки. И мы получаем довольно приятную такую боевую машину. Вот. Но играть нам нужно исключительно вот так, как прорываться в прошлом бы, и это раз на раз не придется. Больший геймплей будет у нас вот как раз таки вот в таком формате. То, что мы летим где-то у холмов, где-то у рельефа, и работаем исключительно таким форматом. Вот. Так будет шансов куда больше. На то, чтобы одерживать победу. А что случилась атака? Стоило мне похвалить эти замечательные птуры, как сразу же мы ни хера ими не сделали. Так, а что там я что-то видел явно? Кто такой? Да ёперный театр! Что же вы все такие умные-то до хера? Ладно, согласен. Сам я выдаю довольно криво. Довольно по закрытой технике. Которую от наших керриц... А, это союзы, что ли? Солянка. Я понял. Тель-автомат, приятная вещь. Так, что-то палит по мне. Уйду-ка я. А, вон гепарды проснулись. Не-не-не-не-не. Нам такое не надо. У нас есть СОЭП, который может отражать наведение ИК-ракета. Вот от радарных ракет, к сожалению, нас ничего не спасет. Вот. Поэтому всегда нужно играть где-то вот у рельефа. И так будет, в принципе, довольно адекватно. Приятно, что есть теплак. Вот. Хоть и у НАТО вертолетов он появляется раньше. Но, тем не менее, появляется. Да и слава богу. Вот. На К-50, например, его нету. А у нас есть что довольно приятно. Откуда гепард этот палил? Мне бы понять. Да и отработать бы по нему. В идеале. А вот что-то как будто шкерится он, да? Не видно ни хера. Еще раз давайте вот так. Я на какие-то залпы гулять. Так, мы, походу, опять выигрываем. Давайте пробуем подняться. Он что-то едет. А, вон гепард, кстати. Телеавтомат приятная вещь. Это кайф. Давайте поднимемся. Я думаю, у ребят и так уже с нами большие проблемы довольно. Потому красавчику тоже отработаем. Дядь Турмс. Успеет, не успеет долететь. Давай, родная. Кумочка. Теплак это приятная штука. Крайне-крайне приятная. Давай вот так. Залп. Почему нет залпа? Отлично. 2-9-2. Ну, давай. Ну, кстати, в этом Берри могли быть ребята с... Давайте вот как-то вот так вот примерно выдадим. Он там шевелится. Ну, да бог с ним. Попадет, не попадет. У нас всего 5 залпов ПС-13. Да-да-да-да-да. Вот об этом я и говорил. А если я? Прикольно, что у нас стоят пластные достаточно автопушки. И которые могут стрелять по телеавтомата. Правда, делают они это довольно слабо. Но делают, да и слава богу. Где тут был объект? Вижу. Другой отдел. Ну, С-13 вещи такие, что с ними лучше не шутить. Вот. Второй бой. И вроде бы как-то идет довольно даже жестко бы. Я не знаю. Либо враги нам специально сливают, либо чего. Ну, вон, давайте попробуем с автопушечек. Они, по идее, должны брать на упреждение. Но что-то они берут. Это довольно херово. Там же телеавтомат. Все дела. О, прекрасно. Так, ага. Здравия. Так, 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 так. Ну, не успел я. Жестко, жестко, жестко. Сколько фрагов-то мы сделали? Я даже не считал. Давайте еще в один бой. Я на наш боевой рейтинг в 10,7. По какой-то причине мы третий бой подряд, вот я сколько катаю, попадаем. Как будто бы без зениток с радарными ракетами. Что странно. До имбовости этому вертолету не хватает еще одного подвеса атак. Так, вот от цехи есть. Все прекрасно. Вот. Меня единственное смущает, есть ли у нас БКО. Потому что что-то мне подсказывает, что у нас его нету. Ну, да. Не важно. Подлетаем. Атаки летят на 6 километров. Можно уже, в принципе, работать. Приятная история. Довольно приятно. Найти бы какие-нибудь открытые позиции врагов. Вот. И отработать. Да. Ну, по всей видимости, залп от зенитки радарной ракеты мы увидим только, когда в нас эта ракета самая полетит. Причем не благодаря БКО, а визуально, скорее всего. Потому что я говорю, я не уверен, что у нас оно тут есть. Не удалось мне пока это еще проверить. Почему-то по нам никто просто не стрелял. Но, я думаю, все впереди. Давайте пробовать играть так же аккуратно, как-то от рельефа. С теплоком цели искать куда комфортнее. Давайте попробуем зацелить того Абрамса. Думаю, ехать ему еще долго. В теории должны успевать попадать в камень. Тоже место быть имеет. Так, ну и что-то больше пока никого не видно. Не самая приятная карта. Подниматься высоко я бы не рисковал. Отговорю от греха. Но. Давайте пробовать. Это что такое? А, я понял. Я забайтился на какую-то коробку. Ладно, бог с ней. Ай-яй-яй. Успеет, 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 успеет. Да ёб моё. Атаки довольно инертные, птуры. Вот. То есть они от любого колебания могут спокойно вестись. Куда им вздумается. Там Лео. Запомнили. Там живое. Нет, не живое. Вот по того бы Лео не пропустить. Да и по-хорошему бы по авиации отработать тоже. Была бы возможность отработки, правда, по этой авиации. Кстати, слышу какую-то лётку. Ну давайте, ладно, глядь тогда, чё уже. Чё происходит-то? Нормально, можно? Урон. Нигде, респаунились какие-то бегляйки. Не суть важна. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Раз. Я понял, уходим. Ой-ой-ой. Опа, опа, опа. Жадность, жадность, жадность. Вот она выглядит именно таким образом. Но чё сделали, то сделали. Попробую набить на дублера. Не получится, поедем в следующий. А дублера-то набить набили, но вот ощущение есть, что как будто бы не поможет нам это в этом бою. Ладно, вроде у них не так уж и много. Хотя какие-то залпы всё до сих пор идут. Давайте открываем. Авиацию предварительно пока вроде не вижу. Но это предварительно. Окей. Тогда взлетаем. И нам надо по-хорошему помогать ребятам отжимать точки. Отжимать нам получится их только, если мы будем чистить дорогу от разного типа товарищей. Вон тип таких. Получше чуть-чуть чистить миль. В принципе, неплохо. Уже хорошее начало, но чутка получше, дядя. Отлично. Ну я смотрел авиацию, ну откуда ты взялся-то, мать твою? Вроде довольно чётко смотрел лётку, но вот почему-то его прокараулил. Блин, ладно. Давайте всё-таки в следующем. Что ж, в целом пока что впечатления у меня от вертолёта довольно приятные. Но я боюсь, что это как будто бы ложный позитив. Знаете, возможно мы пока против топовых ЗРК не попадали. Но 10.7 боевой рейтинг. Это такой БР, который попадает чаще в 11.0. Нежели попадает куда-то на 11.7. Вот, это прям точно вам говорю. Вот, ладно. Давайте пробуем отработать где-нибудь отседовое. Да ещё так, чтобы это было как-то аккуратненько. Где там? Визуально потерял, скрылся. Ладно, вроде на С есть товарищи. Давайте пробуем на них зайти. Вот, заодно и проверим. Будет ли... Будем ли мы взрываться? Или всё же нет? Топливные баки, ну что ж ладно. Давайте пробуем всё-таки того красавчика запушить. Потому что чё-то он наглеет. Да же, Лео? Да что же это такое-то, а? Да что же это такое-то, а? Чё с уродом? Нам, ребята, как будто бы намекают то, что у нас есть лютейшие прям проблемы с нашим респауном. Так что ж, давайте пробуем отработать. По мне кто-то циклички прям заливает, прикиньте. Прям с циклички заливает, а заливает. Уйду-ка я. Потому что чё-то уже, да, поднялись на высоту. Плюс атаки заканчиваются. Ещё бы один подвес атак. Мне кажется, это был бы довольно серьёзный вертолёт. Он и так, в принципе, серьёзный. Три-четыре фрага делать за вылет. Как нефиг петь. Вот. И геймплейт в целом довольно приятный. Ну, пока, говорю же, мы не встретим чё-то типа радарного. Зенитческого комплекса. Зенитного. И получим ракеты по лицу. Ну, а пока этого нет. И разговора нет, так скажем. Вон товарищ стреляет какой-то. Гепард, походу. Ну, поехали. Была-не была дядя. Так сказать. За вас, за нас, за Северный Кавказ. Вернёмся от очереди. Аккуратненько. И продолжим искать цели дальше. На предварительно не видно никого. Вот. А без теплока, вот, посмотри, что мы бы тут делали. Как бы чувствовался АК-50, либо, например, другой какой-то вертолёт без тепловизора. А тут вообще идеально всё. Тут прям прекрасно. Давайте искать ещё кого-то. Он живой, да? Живой? Блин, вроде да. Ну, попробуем. Надеюсь, что он всё-таки живой. Надеюсь, что у меня не глюки. Нет, всё-таки не живой. Ладно, бывает. Ну, какой-то танк. Так, опять почему-то не переключается нормально у меня атака. 72-ка. Ой-ой-ой, нет, только не за дом, дядя. Только не за дом, прошу. Ну, понятно, ещё бы. Ладно. Я понял. Игла. Как раз какой-то самолёт вон летает. Ну, попадёт, не попадёт, глянем. А так я бы уходил уже. Игла так-то серьёзная ракета. Для этого БРа, в частности. Ушла в гору, скорее всего. Ожидаемо. Приятно, что у нас тут теперь не фиксированная пушка. Как на Граче, условном, знаете. Двухствольная. Она довольно жёсткая, и она может в разные сферы смотреть. Что приятно. Можно отстреливаться от авиации. Можно отстреливаться, в принципе, довольно просто от других товарищей. И ещё плюс ракеты и иглы. Это вообще, это имба. Это явно имба. Хорошо. Ну, никого вроде нету. Давайте КД. У нас остались С-13, но я бы пока не рисковал. Ладно. Вроде никого точно нет. Давайте КД и вылет ещё раз. Ну, прям чувствуется, что это тяжёлый вертолёт. Прям супер такая серьёзная штука. Вот. С тяжестью. Поднимается он прям с тяжестью. Ну, понятно. Так как я уже говорил, мы не чисто ударник. Вот. Плюс ещё херова гора подвесов. Там ракет, не ракет и всего остального. Вон, стрела, кстати, опасная вещь. Союзы воюют с союзами. Ну, чё поделать. Такие времена. Поехали. Вот она, бедняга, нас даже не видит. Никогда в жизни не увидит, даже если бы очень хотела. А мы вообще назапросто. Хорошо. Давайте подлетать. Я так предполагаю, что товарищей осталось буквально немного. Десять кетров. Телеавтомат. Приятная вещь штука тоже. Ладно, ладно, он вроде пока далеко. В теории мы должны успевать отрабатывать атаку и сразу приключаться на иглу, работать по самолёту. Прекрасно. Самолёт? Где? Кто это вообще? Что это такое, дядя? Ну-ка, смотрим, 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 смотрим. Дарния, что ли? В натуре. А! Попали. Ну всё, мне кажется, он... Почему-то помощь дали, кстати, очень честно. Ладно. Проехали. А вон что-то, кстати, зарезало и жёсткое, да? А, стрела опять же. Ну, как бы... Ожидаемо в целом. Это кто? Штромер? Штормер. Ну, понятно. А вот если так? А урон? Неплохо. А ещё? А, это опять коробка. Так, я сейчас, походу, порвуся. Снизить РШГ. И... Выйти. Да, набираем мы скорость, понятное дело, быстро. И сваливание у нас, это вообще за милую душу происходит всегда. О, что-то довольно тяжело. Да ни хера себе получается-то воевать, ребята. По пять, по семь фрагов на самолёте. Не дохерали? По-моему, как-то жёстко. Давайте ещё катать. И ещё вылетаем. Я буду тестировать его до Тала, потому что что-то, мне кажется, где-то тут подвох. Понять ничего не могу. Где он? Ну, как будто бы... Как будто бы он реально так играется. Единственное, чего нам стоит бояться, наверное, из радарок таких жёстких, Это шведскую эту... Вы знаете, такую туровозку, которая стреляет зурами, но стреляет ими... Именно не установка, а сам человек. Вот. Ну, это 9,7 БР. У нас 10,7 всё-таки, но... Да ладно. Ну, давайте попробуем подняться ещё повыше. В принципе-то, вроде бы, нам как бы ошибки как будто бы прощают. Вот, я не знаю, но... Складывается прям очень сильно такое ощущение. Кстати, вон заресалось что-то с радаром. СПОХ нам покрикивает, что как будто бы что-то есть. Вон, в ЛВКВК. Штука серьёзная. Вот, давайте сразу её и снимем. Вот она, наверное, охренеет, да? Когда увидишь, что сразу в неё летит какой-то зур. Чуть-чуть получше бы, малость. Миля. Вот, чуть-чуть получше и было бы вообще всё супер прям прекрасно. Но её надо снять. Её надо снять так или иначе. Так, заресался кто-то ещё. Ну что ж, товарищи. Ваша правда. Не, вот таких парней с теплаком через теплак, через атаки... Это вообще полный лютейший язык, я бы сказал, забирать. Вот, только не так криво. А чуть-чуть получше. Но тоже место быть имеет, ладно. Отправляем ещё зур. Оцелот. Товарищ Оцелот. А он на меня навестить не сможет. Во-первых, потому что СОЭП. Во-вторых, потому что дистанция далёкая. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята. Неужто пустил по мне, а? Так. Ракета, давай, моя родная. Давай, вот так. Прекрасно. И отправляем ещё одну. Как раз ещё одну зениточку. Бедняга только подчинился. И в него уже летит Азур. Ой, мой Птур. Ну, короче, не суть. Неплохо. Давайте, знаете, что ещё сделаем? Дабы просто рыться. Как минимум, хотя бы сесть. Но мы потушились самостоятельно. Неплохо, да? Так, обороты у нас единственные упали. О-о-о. Дела-дела-дела, ребята. Так, нам надо сделать как-то вот так вот. Нам надо сбросить подвесы. Блин, я не восстановил кнопку сброса их. На вертолёт. Вот на самолёт сделал, а на вертолёт не сделал. Хреново. Ну, щас, ща вырулим. Ща вырулим. Деревация, походу, заресалась. Выбила мне движки. Вот. Тяга упала. Летит какой-то самолёт. Ну, я говорил, союза в контре только союзы. Вот. Тут как бы кто что ни говорил. А по факту так и есть. Ладно, давайте, окей, чинимся. Должны нас починить. Ну, давайте это и сделаем. Дублируем вылет. Поехали. Вот. Ну, вроде бы, вроде бы. Жёстких зениток как будто бы я не наблюдаю. Возможно, я ошибаюсь? Ай-яй-яй. Что такое? Работать. Получше, получше, родной, получше. Давай, я в тебя верю. Чё случилось? Кое? Надо не забывать про то, что нас перманентно... Да что такое, а? Ну, ЦВХ, видимо, не должна была в этом бою умирать. Или как это ещё объяснить? Я бог его знает. Ладно. Допустим, меня немного простили. Ещё найти какие-нибудь цели. Далековато, да? А вон чё-то, кстати, стрела. Это стрела. У нас атака летит ровно. Прям ровнёхонько. На 6 километров. Ну, давайте. Пускай летит. Да, летит, да. Ну, должна в теории. Вот. Но мне нельзя шевелиться, а это критически опасно, потому что деривация... Да не, нормально, неплохо. Окей, нам бы заметить девальвацию, которая отрабатывает там по всем подряд. Или по стрелам вначале отработать. Да бог его знает, на самом деле. По кому лучше. Но явно нас поджимают по какой-то из сторон. Блин, нет. Я бы всё-таки работал по стреле от греха. Давайте вот так и сделаем. Телеавтомат приятная штука. На этом Берри это явно приятно. Куда ты ездишь, а? Ну, зачем ты ездишь? Не надо тебе это всё. Охренеть. Просто охренеть. Ладно. Допустим так. Подлетаем уже довольно близко. Я бы так близко не подлетал. Понятно. Спасибо на том. Говорят, тут какой-то жук у нас. Давайте. Неплохо. В качестве поддержки земли довольно даже жёстко, я бы сказал. Вот. Но опять же, в любой момент деривация. И в любой момент у нас резко возникают проблемы с... геймплеем. Почему? Потому что... Чтобы вести птуры адекватно, мы, к сожалению, не можем. Так, вот так. Сейчас чуть-чуть сделаю. Там кто-то говорили ещё живой. Живёхоньки. Да нет, слушайте. Вроде-то разбираем. Вроде-то разбираем. В теории, мне кажется, даже не потребуется нам... КДшится. Вон, стрела. Ну, давайте, ладно. Отработаем уже тем, что есть. Радарная что-то появилась. Хреново вообще. Ну, а что делать? ЛВКВ-то. Опасная штука. Выдадим и уйдём. Как-нибудь сломаем траекторию. Да получше чуть-чуть. Получше, родной. Давай. Крайний залп ты получишь. У тебя получится всё. У тебя всё получится, родной. Всё, закончились пушки. Нехорошо. У меня остались только ракеты и иглы. И больше нихера. Стрела, пощади мать. Пощади. Всё, нечем стрелять. Нечем стрелять. Я пострелял ещё по тебе. Восьмерых. И две помощи. Чё-то тут явно не то, как будто бы. У вас есть ощущение, что как будто бы тут явно чё-то не то? Мы какой раз уже берём топ в своей команде, просто летая на вертолёте? Нет? Так и должно быть. Как будто бы всё это время у нас под носом был вертолёт, который играется довольно жёстко. Пожёстче, чем даже Ка-50. Вот. Не знаю, не знаю. Ну ладно. Возможно, ложный позитив. Остались ещё товарищи. Давайте подлетим. Реализовываем мы его, по крайней мере, вообще по максималкам. Вот. Ну, то есть, насколько можно его прям хорошо реализовать. Вот настолько примерно у нас это делать и получается. Вон, деривация. Пытается уехать. Вряд ли у неё это получится. Поехали. Ну, а тепла, как это приятно. Господи. Как будто бы она чё-то заподозрила. Ладно, неважно. Так, ну я уверен, что там ещё были точно ребята. Да, вон стрела. Стрела, стрела, стрелюшенька. А ещё беттер какой-то там рядом с ней катается. Это ЗД хэштейн. Походу она, да. Живучая история, кстати. Достаточно. Не трогайте её, ребята. Спасибо. Да, из пулемёта её забрали. Красиво. Ну, как бы, ребята, вот. Как бы, ребята, вот геймплей. Ну и вот так вот получается. Нихера себе. Я на бэхе сделал один фраг. 10 фрагов на Амиле. Какой бой подряд? Я все бои подряд катаю вот. При вас. Ладно. Ладно. Допустим, оно так. Давайте крайний бой для адекватности. И будем завершать. В каком-то смысле мне даже немного стыдно брать этот вертолёт. Потому что я делаю буквально одну разведку. И мне этого хватает. Вот. Это как-то неправильно, на мой взгляд. Ну, да ладно. Бог с ним. Давайте пробовать отрабатывать ещё в этом бою. По врагам. Да блин. Так. Какой бой уже катаю? Вот. Не попадаются зенитки с радарными ракетами. Возможно, это из-за того, что сейчас идёт лютая декомпрессия из-за новых объектов 292. Вот. Что катают только эти боевые рейтинги. Ну, вот. Пока есть, надо пользоваться. В принципе, чем мы и занимаемся тут, да? Ха! Чувак занял позиции такой. Думает, ща как начну нагибать. Ага. Тупо атака прилетает для связи. А вон, кстати, зенитка, да? А, это АФТХ. Ну, не важно. Тоже опасная история. Давайте по ней выдадим. Приятно. Всё. Одного точного попадания, в принципе, хватает для того, чтобы забирать цели. Довольно просто. Вот. Главное говорю, это вот не нарваться нам на случайную какую-то радарную ракету. Или чтобы она МКГСН не прошёл. Тоже от греха. Ну. Пойдёт. 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 Ну, вот так как бы и игра. Блин, а тот, походу, что-то заподозрил. Он явно что-то подозревает. Как будто бы, что так быть не должно, что его... Двигатель гусеницы. Ну, давайте добьём. Не люблю тратить по два ПТУРа на танки, когда их, тем более, всего лишь восемь. Но. Приходится. Так, я понял. Он не должен был умирать в этой игре. А вот, кстати, и радарная ракета. Роланд. Выдал по нам ракету, радарку. При этом, заметьте, у нас ничего не было, никакого предупреждения о пуске. Но. Попали мы к нему только на шестой бой. Попали мы только на эти БР. И вот, когда играют какие-то такие зенитки, только в шестом бою. Прикиньте. В шестом или в седьмом я не считал это. Ладно, выяснили мы несколько вещей. Первое, то, что всё-таки радарные зенитки у нас существуют. Во-вторых, то, что БКО нас о них не предупреждает. И как такового БКО, по сути, тут, возможно, даже и нету. Вот, однако, плохо ли от этого геймплея Миля? Да, в принципе, ребят, нет. Вот, сколько боёв катаем. О, кстати, нифига, кого нашли, видали, да? А вот таких ребят придётся, короче, искать чисто визуально, походу. Ладно. Вот, и всё. И теперь надо играть чуть аккуратненько. Потому что малейший неаккуратненький геймплей. Что происходит? Да ёперный ваш театр, а? Ну, кто кэпом-то меня светит? Нихера не могу понять. Возможно, по мне, кстати, уже ушёл спайк. Так, вполне, кстати, может такое быть. О, или звук. Ну, всё, я понял. Доигрались. Ну, слушайте, ну, то, что вы прям доигрались, играем. Хм, да. Но... Так, не надо стрелять, пожалуйста. Короче, понятненько. Вот с этими ребятами, если они будут знать наше местоположение, а они благодаря своему радару это будут знать всегда, у нас могут возникать некие проблемы, но попробовать переиграть их тоже в теории можно. Давайте это и попробуем сделать. Я не понимаю, меня сбивают мои ракеты каким-то самым кэпом. Блин, меня это начинает бесить. Не, я не могу. Я не понимаю, кто... У кого кэп? У вискоса, что ли? Атаки, к сожалению, в отличие от вихрей, ведутся на кэп, и... Это довольно плохо. Вот, потому что вот есть такой... Какой-нибудь танк, который вот эти кэп постоянно своим разбрасывается направо и налево, и вот хер ты... А то работаешь нормально по танкам, но вроде вот сейчас он не ведет. Сейчас вроде даже ничего. Ну и критическое. Ну как... Ай-яй-яй-яй-яй, ладно. Проехали. Вот этот бой, да, вот этот бой уже рабочий. То есть тут мы не тупо влетаем, мы делаем там 8 килов, а тут уже надо подумать, прежде чем сделать. Но больше всего меня, конечно, смущает ЗИЗРК. Которая где? Вон. 4 километра довольно далековато, но... Это флорак, что ли? Да, это ранний флорак. Ну, как-то так. Да, он не среагировал. Поплатился за это. И, в принципе... Ну, вот такие рабочие киллы, да, они будут, но, опять же, я какой бой катаю, то есть я ждал этого боя, когда у меня возникнут сложности с этим вертолетом, они, в принципе, и возникли, но... Не сказать, что это прям вообще сложности. В принципе, это аппарат рабочий. Давайте у Абрамса спросим, насколько этот аппарат рабочий, да? Я не знаю, что это взорвалось. Ну, в принципе, видимо, и не важно, да? Давайте пробуем откэдэшиться и вылететь еще раз. Это нормально, да, когда тебя простреливают танки с... поляны прямо на твой вертолетный респе? Я понял. Откуда главное? А, вон он ты, жук. Ну, окей. За меня отомстили, но там я точно кого-то видел еще, да? Ну, еще бы, конечно, мы попали. Опять вискосы. Некрасивые товарищи эти вискосы. Вот, ну... Ой-ой-ой, лава-де. Спалил, что ли, что мы по нему отрабатываем. Какие вы все умные, да хера. Я вообще в шоке. Ой, ну, конечно, кто бы сомневался. Отрабатывают тут всякие товарищи некрасивые. Вот по ним бы залить. Да е-мое! Ну, что же это такое-то? Там как минимум есть вискосы, как минимум есть лава-де. Вот, и эти товарищи мне очень сильно нравятся. Вискоса я вообще не мог еще забрать с того момента, как играл на танке. Спасибо. Как будто бы какая-то ракета летит. Вроде не летит. Ладно. Смотрим центр. Оу. Давайте нашим поможем. Потому что у наших, я так понимаю, есть проблемы. Опять как будто слышу какую-то ракету. Я понять ничего не могу, что это летает. Явно же что-то не наше. Да вот, поди разберись. Либо, возможно, это и как, это, не как СН, господи, а теленаведение. Так. Зенитки, зенитки, зенитки. Вроде злых пока нету. Надо ребятам исключительно забирать побыстрее точки, потому что если они этого не сделают, хана нам всем. Что-то радарное заресалось. Походу хана мне, да? Ну, хана-хана. Бог с ним. Работаем пока можем. Внизу резко уйти мы все равно, уже вряд ли успеем, по причине того, что мы довольно тяжелая история. Да вот радарного вроде ничего пока не видно. Ну, ладно. Работаем тем, что есть. Не самый эффективный вылет, но, как говорится, какой есть. Получше урон может проходить? Нет, я ничего не понимаю. Все, мы горим. Прилетели какие-то истребители, об нас поразбивались, но... Ох, как-то так. Кстати, немного не хватает до дублера. Мы бы, если бы вылетали чисто на нарах, возможно, нам бы хватило чисто на С-8, но... Смысла в этом я много не вижу. Поехали делать выводы. В принципе, по геймплею понравился вертолет, крайне чем. То есть, более чем даже, я бы сказал. Понравился. Приятный, хороший. Теплак, атаки. Как бы на 10,7. Это, в принципе, достойно. Вот. Побольше бы атак, единственное. Но 8 штук тоже грех жаловаться, как бы. Но зажмотили нам еще один подвес, видите тут. И, соответственно, нельзя их поставить, потому что вместо игла я бы с удовольствием брал больше атак и отрабатывал еще бы посерьезнее. Вот. Но тепловизор приятно. Нет БКО от радарок будем получать по лицу, да. Но, как вы видели, из шести боев там только один бой, где была радарная ракета. Но, однако, возможно, мне просто повезло. Крайне приятный получился обзор. Крайне приятный вертолет. Не ожидал от него, честно, такого. А по сути-то своей. Крокодил-то нихера себе. Магет. Магет. Ну, короче, в принципе, в остальном вы и все уже видели. Спасибо, ребят, большое. Если зашел обзор, не скупитесь на лайк. Вот с вами был Столяр. И в будущем мы затестим обязательно что-нибудь еще интересное в нашей замечательной игре. До будущего. Надеюсь, до светлого. Пока-пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok